Сегодня крещение, кто не знает, это для тех, кто относит себя к Грегору православия. Всем остальным просто крещение, то есть вода приходит в особое состояние, и это от природы, а не от религии. Сегодняшний вебинар очень своеобразный, потому что я его провожу в дороге, находимся мы с Инетой Анжаной, едем на конференцию в Словакию, и находимся сейчас в Польше, даже я не знаю, как этот город называется. Остановились в первой гостинице и ведем вебинар, или веду я вебинар. Поэтому вебинар, может быть, будет не по профилю более как бы измененный, но много интересной информации, дорогие друзья. И начнем с того, что я, наверное, в какой-то момент посмотрю, как будет сила интернета здесь. Я, может быть, свое изображение уберу, но пока показывает, что нормально. И тогда, прошу, не обессудьте. Смотрите, значит, что у нас сегодня за вопросы. Два вопроса. Вопросы к рассмотрению, ответы на вопросы и комментарии. Ответы на вопросы, которые были в прошлый раз на вебинаре. Что очень важно для вас, значит, ну, вопросы были, но я помню, что я на них не отвечал. Первый вопрос, это, значит, было под контейнер. Будет ли отдельно трасса в экотехнопарке под контейнерной перевозки? По моим данным, нет необходимости отдельной трассы, необходимо отдельные или специальные устройства перевозки. Их можно использовать на навесной и в подвесном варианте. Единственное, если потребуется, если потребуется, сегодня точно нельзя сказать, спасибо за просмотрение. Продолжение следует... 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 Дело в том, что экономически, казалось бы, рационально, и я это сказал в прошлый раз, чтобы не было двоякого понимания, я сказал в прошлый раз, что целесообразно и рассматривается вариант, что эта сертификация будет перенесена на какой-то адресный проект, например, в тех же самых Объединенных Арабских Эмиратах, где будет строиться высокоскоростная трасса. Но вношу поправку, что все-таки сертификация предполагает наличие сертификационной трассы, можно делать сертификацию на какой-то уже действующий, но это отдельные вещи, то есть можно начинать сертификацию, но потом впоследствии надо все равно развивать этот вид транспорта и нужно все равно отдельную сертификационную трассу. И вот теперь представьте, что мы провели сертификацию, отдали трассу в эксплуатацию и вдруг начинаем на ней сертифицировать. Нонсенс. Поэтому я вношу поправку, для сертификации высокоскоростного транспорта будет все-таки делаться одна или несколько отдельных сертификационных трасс. И не исключено, что будет еще отдельно экотехнопарк построен, но уже несколько в другом формате. Но это отдельная история. То есть, следующий вопрос. Ввод в эксплуатацию экотехнопарка, это значит, что появилась бумажная прибыль по итогам 2017 года. Нет, дорогие друзья, об этом я вообще не говорил. Когда-то был затронут вопрос, что когда объект, в данном случае экотехнопарк является объектом, он сдается в эксплуатацию, но он должен весь быть сдан в эксплуатацию. Это значит, что его можно принять весь экотехнопарк, принять на баланс, экономический баланс компании, и это появляется сразу действительно бумажная прибыль. Правильно. Но в данной ситуации у нас принято в эксплуатацию только отдельный первый этап, хотя в принципе это дело так, ну скажем так, бухгалтерской, аудиторской техники. Можно и часть принимать на баланс. Так что и так, и так можно смотреть. И это да, да, это действительно дает бумажную прибыль в конечном итоге или промежутке. Калининград на связи. Да, здравствуйте, Калининград. Значит, что дальше? Еще вопрос, значит, был. А, теперь смотрите, значит, что кто смотрел в начале сегодняшнего вебинара ролик, это обзор 2017 года. Хочу обратить ваше внимание, кто не смотрел, можете зайти в личный кабинет, посмотреть там этот ролик по итогам 2017 года. Что там существенно? Получен сертификат ISO, ISO ICO, значит, 14001 от 2015 года. Это сертификат экоменеджмента дан Skyway технологии, экотехнопарку от австралийской компании, от австралийской компании CAI, которая, Global, которая является нашим партнером. И в этом плане это очень важный момент, потому что такие сертификаты являются очень важными, когда в целом какая-то система или какой-то элемент сдается и принимается где-то в строительство или принимается к использованию. Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться в этом видеоролике, это Московский институт инженеров транспорта, МИИД. Экспертное заключение было сделано, это очень важное заключение, это действительно экспертами, там целая комиссия, она сделала экспертное заключение о состоятельности технологий, об инновативности технологий, кроме того, что это делало в 2016 году, делала специальная комиссия, экспертный совет Министерства транспорта России, это сделал еще и институт, где были привлечены самые передовые специалисты, и они дали однозначное заключение. Технология инновативно подлежит внедрению и использованию по результатам внедрения. И там же в ролике есть, обратите внимание, и об этом можно говорить, или когда задают вопрос, чтобы мы компетентно отвечали на эти вопросы, то, что мы являемся, или вот этот вид транспорта, он как бы приравнивается к городскому электротранспорту. Это не скоростной никакой транспорт при сертификации, и фактически, скажем, де юре мы таковыми пока являемся, не являясь отдельным видом каким-то, или отдельной подгруппой. Мы просто приравниваемся к требованиям, если что-то надо, дополнительно еще вводятся какие-то критерии, по которым надо сертифицироваться и так далее. Что еще хотелось сказать? А, вот, важный момент, ответы на вопросы. Задавались вопросы сегодня и вчера, сегодня. В течение последних нескольких дней шла большая дискуссия, опять, вот, у нас как-то так бывает, что на чате наваливается, накатывается, что крипто, вот, хочется обучаться, там, давайте побежали, там, быстро к Тарасову. Кто такой Тарасов? У него есть опыт введения криптоделан? Конечно, нет. Ни у кого его этого опыта нет. Все начитанные специалисты, понимаете? Поэтому надо слушать и читать то, что практики вам рассказывают. Но здесь не надо заморачиваться, как кто-то там и сказал. Здесь надо просто для себя выяснить, что такое блокчейн, что это за технология, какие элементы она использует, токены, что такое токен. Значит, токен дает возможность выпуска криптовалюты, но мы имеем дело не с криптовалютой, мы имеем дело с монетизацией нашей технологии. Через систему технологий блокчейн и через токен, систему токенов, так называемых единицей, определенные единицы идентификации в блокчейн. Все. А дальше и опять, вы понимаете, это равносильно тому, что зачем, если я хочу летать на самолете, зачем мне досконально знать всю технологию, как самолет взлетает и как он садится, понимаете? Нам в этом плане надо очень важно знать, чем является технология SkyBee и как ей пользоваться, а не то, куда и как токенами пользоваться. Об этом будет речь, об этом будут говорить и Алексей Суходоев, и Сибиряков, и ваш покорный луга, я тоже буду об этом говорить, но только в определенных аспектах, как этим воспользоваться в организационно-правовом плане. И об этом будет речь. Это о криптовалюте. Теперь, новости опять. Такая хорошая новость для вас. Вот сегодня Инета мне сказала, что мне право первой ночи или первого дня, первого объявления. Значит, к сегодняшнему дню, или вернее, скажем, к этой неделе, в начале этой недели, сформировалось уже видение об том, что как будут со следующей недели, какие конкурсы будут объявлены. Будьте очень внимательны, ходите на сайт, смотрите информацию, будут объявлены очень интересные конкурсы, где можно проявиться и от этого еще что-то очень-очень приятно иметь. Но, есть вам информация и по, значит, по 600-му дисконту. Дорогие друзья, у меня нет учета здесь. Значит, я надеюсь, что определенное количество здесь сегодня слушающих имеют 600-ый дисконт, который был объявлен, введен в конце 2015 года, в декабре месяце. Вот, целый, один целый этап он действовал и действует практически до конца. Но, введено такое, вот как бы, будет объявлено, сегодня выяснилось, что механизм нашего программного обеспечения позволяет это сделать. Будет введено такое сообщение, будьте готовы, что кто не активировал, у кого он находится, ну, не оживил, скажем. Ну, например, в 2016 году закончил свой какой-то пакет по 600-ому дисконту, ну, и сидит и заснул у него этот пакет. Кто не воспользуется, не оживит его до конца января месяца, тот потеряет возможность им пользоваться в дальнейшем. Кто оживит, то у того есть возможность еще и подарить один такой дисконт из своих, или, вернее, один свой пакет, или возможность открытия одного пакета кому-то, кому-то. К знакомому, знакомой, ребенку, там, если он совершеннолетний, активному, активному партнеру, что самое важное. Вот. И это значит, что этот человек, которому это будет подарено, в дальнейшем может им пользоваться, но рационально. И вот этот разговор сейчас, который я завел об этом дисконте 600, он привел, приводит вот к чему, что смотрите, дорогие друзья, что ведь мы с вами, значит, находимся сейчас в стадии такого, ну, скажем, стояния то на одной, то на другой ноге, значит, что дальше делать. Большая дискуссия там и внимание уделяется каким-то токенам, значит, какой-то криптовалюте. Это отвлекает внимание и смещается фокус. Я рекомендую, и коллеги мои, мы сами, ну, обсуждали это дело. И вот мое мнение, хотите, пользуйтесь, хотите, нет. Очень важно для инвесторов, как бы, провести ревизию своего отношения, своего наличия, своего портфеля инвестиционного. Вот. И в связи с этим, ну, скажем так, понять, куда, куда можно двигаться дальше. Поэтому, смотрите, что у нас есть. По 2017 году я сказал, вот ревизия портфеля. Здесь есть у меня ключевые слова инвестора. Какова величина портфеля? Значит, зачем об этом знать? Ну, смотрите, если величина до миллиона, то надо рассчитывать в дальнейшем и на пассивный доход с такой суммы. Казалось бы, сумма миллион акций достаточно большая. Но, значит, естественно, номинальная стоимость одной акции один доллар. И будет время, когда таково оно и будет. Поэтому надо взвесить. А что с этим миллионом можно сделать будет? Какова ваша тактика сегодня, привлечение? Ведь, смотрите, в любом случае у каждого, большинство людей, скажем так, у 9 из 10 есть возможность от, как бы, резервировать средства. Какую-то долю свободных средств, даже не свободных, а средств перенаправлять с менее важных расходов на более важный. Ибо по стратегии инвестирования в аналогичные технологии, это один из приоритетов. Мы не случайно вам говорим, и многие из нас уже, и из вас говорят, что эта технология, такая возможность бывает один раз в сто лет. Этим надо пользоваться. Разработайте свою стратегию. Какой должен быть ваш инвестиционный портфель? Достаточно ли? Есть ли у вас средства? Может быть, ведь, смотрите, есть свободные средства и даже не свободные. Люди берут кредиты, покупают машины, казалось бы, престижно, но и все. А купив машину, это значит, что уже через, только ты на ней выехал из сервиса или из конторы, где она, или с центра, автомобильного центра, она уже на 25, на 20, 25, 30 процентов дешевле. То есть, уже упала цена. Средства, которые лежат нетронутыми или тронутыми, или просто в деньгах, они дешевеют с каждым, ну, с каждым месяцем, с каждым днем и так далее. Значит, и смотрите, что произошло, например, с биткоином. Тут как раз один инвестер говорит, какой я дурак, биткоин как вырос, значит, надо было не там ждать чего-то, а надо было его направить быстро в этот самый. Я говорю, почему бы и нет? Поэтому надо всегда рассчитывать очень четко, куда средства, свободные средства, какую-то часть направить и так далее. И это очень важно. Что я могу, ну, как бы, я с ним могу сделать, с этим портфелем? Что можно сделать? Можно сделать следующее. Сидеть, быть готовым, потихонечку наращивать и быть готовым к тому, что вы готовите себе пассивный доход в виде дивидендов. Да, многие задают вопросы, когда будут дивиденды. По бизнес-плану первые дивиденды, расчетные, предназначаются на 2018 год, в котором мы находимся. Но они будут в 2019 году. Понимаете, да? Теперь дальше. Но ощутимые дивиденды, не надо иллюзий строить, ведь дивиденды не из воздуха появляются, они появляются из реальных проектов. Они могут появиться из каких-то манипуляций. Но лучше рассчитывать на конкретные дивиденды от строительных проектов, от проектов, по которым строятся трассы технологии, по технологии Skyway, капитализируется эта технология. Для нас это является залогом того, что те акции, которые мы сегодня имеем в своем как бы как залоговые акции, они становятся нашим капиталом, в том числе нашим достоянием. И это достояние постоянно начнет прирастать. И выхлоп в виде ежегодных дивидендов. Плюс это является определенным и резервом. Не надо уже куда-то откладывать. Вот она есть. Вы сегодня отложили. Вы сегодня заложили себе залог благополучия, залог надежности на будущее. Поэтому надо решить, когда, сколько вы еще готовы были бы вложить в эту технологию. Извиняюсь, телефон у меня отзвонит. Есть ли у меня резервные средства? Выясните. Обязательно есть. Ведь, понимаете, есть очень много. Недавно было исследование, где рассматривалось, сколько люди и на что расходуют. Абсолютно бездумные расходы, от которых ни уму, ни сердцу. И вы знаете, какой этот процент? 60% расходов. 60% месячных расходов у людей. Причем по разным группам, социальным группам достатка. И что интересно, чем меньше достаток, тем более, тем менее рационально расходуются средства. Задумайтесь над этим. Если у меня так, когда их использовать? Решайте, когда. Что еще, что мне еще важно? Задайте себе эти вопросы. И это есть, скажем, важнейшие вопросы, на которые надо ориентироваться, чтобы идти дальше со Skyway. Потому что очень просто встать в позицию и сказать, да, я инвестор, но я пассивно сижу. Ведь как вы думаете, почему вводится и сейчас была проработана, и скорее всего, ну она сейчас будет еще доведена, окончательный механизм использования дисконтов 600. Именно для того, чтобы еще раз лояльные инвесторы подумали бы над этим и воспользовались возможностью. Возможность дается еще один раз ее оживить и как бы поднять глаза выше края блюдца и развиваться, готовиться. Готовиться для того, чтобы быть писовым инвестором. Так, что там еще? А, есть вопросы. Фоном идет репортаж Михаила Кириченко. Идет разве? Сейчас мы его быстро уберем. Он уже убрался, нет? Стоп. Так, Вимео сейчас мы уберем, у кого там идет. Так, сейчас я себя тут включу. Идет еще репортаж Кириченко? Не идет больше? Так, что еще? Открытые. Итак, это только в Кэпитал или в РСВ тоже могут быть? Нет, только в Кэпитал пока. Но, скорее всего, и РСВ это сделает. Речь об этом шла, я не знаю, какие решения они примут. Начнется ли реальное строительство небумажное в этом году? Значит, дорогой Ричардас Томашевичус. Вы понимаете, ведь реальное строительство требует бумажной большой подготовки. От нее никуда ни в этом, ни в следующем году не денешься. И реальное строительство, конечно, начнется, если прямо ответить на вопрос. Не витевато и не поясняй этот вопрос. Потому что бумажная подготовка. Ведь, как вы думаете, почему австралийская компания SIAI Global дала сертификат ISO 14001 2015 года по эко-менеджменту. Потому что это очень важный момент, когда проектировщик, который подготовил базу для строительства в Австралии, имеет этот сертификат. Значит, он является достойным этого уровня. Проектирование таких систем, они действительно экологичны. Поэтому бумажные мы никуда не денемся. Реальное строительство начнется, я вас уверяю. Потому что есть несколько проектов, которые подготовлены до такой степени, как только сейчас сертифицировался городской транспорт и легкие юнибайки, это можно начинать. Причем на подходе завершения сертификации и грузового транспорта. Поэтому это будет в этом году, начнется по всей вероятности в середине года уже реальное строительство. И не исключено, ну ладно, не буду больше здесь спекулировать, когда будет возможность дать партнеру, Людмила, Казахстан, когда будет возможность дать возможность партнеру или кому-то. Это хорошим активным партнерам надо давать. После того, как вы сами инвестируете, как сами оживите вот этот свой пакет. Это могут дать только те, у кого есть живые, оживленные пакеты действующие. Все эти правила будут... Будет система в кабинете, там все выясните. Это начиная по результатам января, уже с февраля месяца это все можно будет делать. Потому что до конца января надо оживить. Если это не сделаете, не будет такой возможности. Понятно, да? Значит, с февраля такая... Сейчас прикругляйте. Продолжение следует...